приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья уделим внимание великому празднику и особому дню 2 июня воскресенье господне друзья поговорим о ритуалах а практика которую вы можете провести в этот день для того чтобы привлечь достаток благополучие изобилие и много многое другое как это правильно сделать какие молитвы говорит друзья все далее более подробно в этом видео итак вознесение друзья господни отмечается на 40 день после пасхи и в этом году праздник приходится на 2 июня в этот день дух иисуса христа вознесся на небеса где и соединился с богом и согласно евангельскому преданию на сороковой день после воскресенья христос последний раз явился апостолом пообещав им скорое неспослание на землю святого духа затем спаситель вывел своих учеников из иерусалима на элеонскую гору благословил их поднимаясь в небо и скрылся за облаками в народе вознесение традиционно связывают с урожаем поскольку она приходится на конец весны начало лета период смены сезона в сельском хозяйстве в этот день наши предки поминали умерших родителей для этого жарились блины или пеклись яйца приготовив небольшие гостинцы вы также можете сходить на кладбище сороковой день между пасхой и вознесением особенно почитали нищих и больных людей им раздавали милостыню также запрещалось бросать мусор и плевать на улицу потому что потому что можно было попасть в христа который приходит в дома под видом нищих на вознесение пекли особые блины которые называли божья окутка анну очки или христовы лопатки в некоторых регионах хозяйки угощали лепешками с творожной начинкой края которых загибались в виде ступенек был в этот день обычай ходить в гости к родным знак и знакомым это в старину называлась ходить на распутье гости дарили хозяевам лесенки испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами а еще в этот день господь слышит все просьбы поэтому стоит молиться особенно ревностая спрашивая то что действительно вам жизни необходимо на вознесение господня нельзя выполнять любую работу при этом как по дому в саду или в огороде нельзя в этот день и приветствовать людей словами христос воскресе так как после пасхи уже прошло ровно 40 дней не следует в этот день никому и давать взаймы потому что есть большой риск что обратно вам денег просто не отдадут если вас очень просят в долг попросите прийти за деньгами уже на следующий день а вот кто поругается на вознесение господня тот год будет помнить обиду в этот праздник лучше не выяснять ни с кем отношения и даже в мыслях не допускать ничего такого что могло бы спровоцировать ссору также если курица снесла в этот день яйцо его нужно подвесить под кровлей она будет защищать жильцов дома от несчастье а вот если в этот день дождливый дождь был то это предвещало не урожай если же дождь пойдет в течение трех дней после вознесения то убытки будут немного меньше но богатого урожая все равно не стоит ждать роса в этот день считалось целебной а лечебные свойства трав усиливались и сохранялись до наступления ивана купала 7 июля поэтому рекомендуется утром умыться росой девушкам это поможет сохранить красоту и молодость а старикам подарит силы по народному поверью все о чем вы попросите в этот день обязательно сбудется связано это с тем что на вознесение господь находится еще на земле и общается с людьми перед тем как отправиться на небеса и верили что яйцо которое снесено курицы в этот день действительно сможет защитить семью от всего дурного также мы хотим вам взять особый акцент на том что в этот день на вознесение господне нельзя выполнять никакую работу по дому а также трудиться на земельных участках также в этот день наши предки ходили на кладбище здесь крошили праздничный пирог очень хорошо если крошками полакомиться птички конечно же славяне проводили множество ритуала в этот день для повышения плодородия земли с самого утра крестьяне молились богу просили о благоденствии людей часто молебны проходили у ржаного поля женщины шли к своим невам провожать христа там они съедали яйца блины и оладья потом со словами рожка рожка схвати христа за ножку кверку подхитывали клип хлебец лесенку делалось это для того чтобы рожь хорошо росла чтобы был хороший урожай шли в поле или и на свой земельный участок и там устраивали застолье крошки со стола обязательно высыпали на землю можно и сегодня провести несложный обряд для богатого урожая необходимо взять березовую веточку обвязать ее яркими ленточками воткнуть посередине огорода со следующими словами как дерево береза хорошо растет таки мои посевы будут расти соком наливаться как много на березовом дереве листочков таки урожаю меня будет богатым именно девушки в этот день заплетали в косы березовые ветви считалось что если до троицы веточка не завиане то в этом году замут замуж пойдет а коль завиане то еще год в девках ходить на руси на руси в этот день отмечали переход весны в лето считалось что уже к этому времени происходит полный расцвет весны и она уступает время лету вечером было принято сжечь ритуальные костры молодежь возила хороводы пела песни и танцевала по мнению наших предков вознесенская роса обладала целебными свойствами ее собирали и давали обязательно пить тяжелобольным людям а также протирали раны чтобы они быстрее зажили девушки умывались росой чтобы стать еще красивее и поскорее выйти замуж как мы уже в начале видео сказали в этот день в день по такого праздника как вознесение господня можно просить все что угодно но это в том случае если человек действительно в этом нуждается и помогут определенные ритуалы практики на вознесение господня например если семья испытывает серьезные денежные трудности например средств не хватает на лечение на полноценное пропитание и так далее есть ритуал который поможет решить вам эти проблемы его можно читать и тем кому действительно необходимо именно важны на какие-то деньги на важные цели и далее что мы делаем вам нужно именно вознесение господня обратиться к всевышнему и сказать следующие слова иисус будь милостив и помоги мою просьбу отцу принеси он тебя слышит и про меня вспомнит подарит благословение и будет доброе рождение аминь счет наши предки считали что после таких слов просьба обязательно будет услышана но это будет только в том случае если слова были искренними конечно же для достатка можно использовать еще одну практику на вознесение она подходит в тот момент когда человек человек слышит треск сороки в этот момент скалы нужно сказать следующие слова между лесом и полем сорока летала богатство и счастье собирала не в свой дом несла а в мой до верху амбар зерном полны сарае богатство да будет так также еще есть один ритуал который вы можете провести для того чтобы получить достижение в работе для этого потребуется испечь хлебную лесенку и в момент вымешивания теста скажите такие слова тесто крепчает и лепится а ты господь подари благословения и счастья буду ждать твоего покровительства и дарю свое покорительство подари мне светлую судьбу аминь после того как лесенка испечется ее нужно съесть после чего все ваши дела должны существенно улучшиться такие обряды и обращения к году богу всегда приносит только положительные результаты и знаете люди всегда искренне верят и просят и им воздается также вы можете еще провести один определенный обряд на привлечение успеха для этого вам надо им взять именно церковную свечку и чистый лист бумаги свечой напишите на ней большими буквами следующее слово успех и положите записку в том место где вашем доме хранятся иконы лежать на там может вплоть до следующее вознесение а ежедневные молитвы и благодарность господу богу помогут привлечь жизнь все желаемое и необходимое у всех поздравляем с великим праздником вознесения господня пусть вашей жизни будет благополучие изобилие достаток и все то что вы считаете что вам нужно с вами как всегда был канал зато река для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья но прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья там много полезной важной нужной и интересной для вас информации всех вам благ услышимся друзья уже следующем видео